МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что в программе будет, чем будут удивлять любители поэзии, организаторы фестиваля, нам расскажет сейчас программный директор этого мероприятия Павел Чечеткин. Доброе утро. Доброе утро. Итак, это второй фестиваль, который проходит под таким названием. Поэтому к названию можно смело добавлять «Комфрост 2015». И в чем главное отличие этого фестиваля от прошлого? Ну, тем, что мы, безусловно, нашли какие-то новые форматы. Мы, наверное, пытаемся выйти даже на новый уровень. Но я об этом скажу немножко позже. А сначала я хотел бы сказать о фестивале вообще. Вы знаете, наш фестиваль – это, по сути, попытка уловить ветер перемен. Мир меняется, и мир поэзии, наверное, особенно. Вот в 90-е годы на поэтов, молодых особенно, смотрели, ну, так немножко снисходительно-пренебрежительно. Вот, дескать, есть настоящие молодые ребята, которые занимаются бизнесом, добиваются успеха. А кто такой поэт? Поэт – это, наверное, какой-то неудачник, который нашел себя в жизни, и вот пытается уйти там в какую-то поэзию. А вы знаете, сейчас очень сильно изменилось отношение к молодежи, пишущей стихи, именно со стороны других молодых людей. Со стороны общества. Да, со стороны общества. Сейчас масса людей просто начали писать стихи, при этом оставаясь, ну, достаточно эффективными работниками в других сферах. Понимаете, вот эти люди, они занимаются бизнесом, они являются юристами, там, например, работают в банках, в строительстве, в самых разных сферах. Но вот вечером они собираются на какой-нибудь тусовке и начинают читать друг другу стихи. Вот если бы они вдруг перестали читать стихи, вдруг бы заговорили на какие-нибудь профессиональные темы, то, думаю, по уровню дискурса они бы составили конкуренцию легко какой-нибудь научно-практической конференции. Но, в отвалоке к тому, что они успешные люди, они еще и очень хорошие поэты. И то, что сейчас это общество не только принимает, но и в каком-то смысле рада такому повороту, по-моему, это здорово. Это замечательно. Да, в прошлом году у нас на финальной мероприятии фестиваля был Леонид Юзефович. Это в прошлом известные пермские писатели, сейчас известные всероссийские писатели, живущие в Москве. Так вот, он не выдержал, он вышел на сцену и сказал, послушайте, ребят, я вот такой поэтический бум в Перми видел последний раз только в 60-е. Мне так приятно на вас смотреть, старику. Он сказал это очень искренне. Это комплимент. Это комплимент, да. Итак, открытие фестиваля состоится 20 ноября. Открытие состоится 20 ноября, но я хочу сначала сказать о закрытии. А, начнем с конца. Да. Как говорит русская народная мудрость, конец делаю внец, поэтому давайте начнем с окончания. Хорошо. Давайте начнем с конца. Как известно, в дискуссии, в правильно поставленной дискуссии, самые сильные аргументы приберегаются на конец. Так вот, закрытие фестиваля у нас произойдет в воскресенье. А я хочу еще раз напомнить, что все события произойдут не в эти выходные, а через неделю. Следующие. То есть 20 по 22. Итак, воскресенье 22 ноября. Мы вас ждем в органном зале в полдевятого вечера. Вход свободный. И там у нас состоится органно-поэтический спектакль «Щегол». Ну, есть люди, которые считают, что поэзия и музыка сами по себе прекрасны, и смешивать их нельзя. Ну, мы смело идем на эксперимент. Довольно забавная точка зрения. Музыкальная составляющая и поэтическая. Что касается музыкальной, у нас выступает Тимур Халиулин, это восходящая звезда органной музыки из Белгорода. Он будет играть на органе джаз. Кроме него будет также выступать у нас трубач, барабанщик, ну, будет пение оперное. А поэтическая составляющая, либретто, будет состоять из стихов разных поэтов. В первую очередь это Осип Мандельштам. В следующем году страна будет отмечать 125 лет со дня рождения этого великого русского поэта, который, правда, несчастным образом, но связан с нашей малой родиной. Он был здесь репрессирован. И, кстати, «Щегол» название спектакля, это тоже название одного из его стихотворений. Итак, в основу либретто легли стихи Мандельштама. Далее стихи Бориса Рыжева. Это один из, пожалуй, ведущих уральских поэтов, к сожалению, нынче покойный. Но действительно считающийся одной из вершин современной уральской поэзии. А также стихи других уральских поэтов, известных, не очень известных и даже совсем неизвестных. Но, уверяю вас, они так органично будут сочетаться в этом политическом спектакле, автором которого, кстати, постановщиком выступит Дмитрий Заболовских, известный наш режиссер. И стихи классиков, стихи пермских поэтов в приложении на органную музыку. Все это вас ждет в воскресенье, 22 ноября, в полдевятого вечера в органном зале. Вход свободный, приходите. И буквально два слова об открытии, буквально два слова. Два слова. Открытие произойдет у нас в пятницу 20 числа в доме актера Уральская, господи, простите, Ленина, 64. Там нас ждет выступление поэтического молодежного театра из Ижевска, который покажет спектакль «Пощечина и общественному вкусу». Это по авангардной поэзии. А также акустический концерт Анны Герасимовой. Это солистка и лидер группы «Умка», которая представит свои новые песни и также лучшие из старого. А где можно посмотреть программу, поскольку, к сожалению, она достаточно обширная? Где можно узнать подробности? Действительно, 17 мероприятий на пяти площадках в одной программе. Да, это не расскажешь. Поэтому, пожалуйста, смело заходите в интернет и ищите наш сайт «Комфест.ру». Или просто забейте «Компрос.политический фестиваль.компрос.2015». Вы наш сайт обязательно найдете. «Комфест.ру». Там есть полная программа. Спасибо вам большое, что нашли время к нам прийти и заранее помочь пермякам спланировать следующие выходные. Пожалуйста. Спасибо.